На потребительском рынке Эстонии пока сложилась достаточно малообъяснимая ситуация. Инфляция выросла за месяц по всей еврозоне, но лишь с 7,4 до 7,5%. Показатели эти кажутся сравнительно небольшими лишь на фоне нашей страны. В апреле, по данным Евростата, инфляция в Эстонии составила целых 19%. Напомним, что в апреле она равнялась почти 15%, а двузначной стала уже с января. Все это более напоминает далекие 90-е. Центробанк ЕС считает нормальной 2%. К тому же не во всех странах объединения цены растут столь стремительно. Так, в соседней Финляндии инфляция составила 5,6%. Удивительно то, что начавшийся в начале года потребительский бум продолжается. В первом квартале рост доходов в розничной торговле составил 23%, а в марте – 36%. Вскоре эти цифры уменьшатся, но лишь из-за того, что в минувшем году население получило возможность тратить деньги второй пенсионной ступени. Чувство уверенности у покупателей все же сильно упало на довольно низкий уровень. Также уменьшилась их оценка финансового положения в будущие 12 месяцев. Но при этом, если говорить о покупках, особенно о крупных покупках, то в течение тех же 12 месяцев интерес к ним остается очень высоким. Особенно интересуется покупкой нового жилья. Эти планы не остановило и начало войны в Украине. Те, у кого есть крупные сбережения, озабочены тем, что с двузначной инфляцией вклады просто дешевеют. Все же подобная ситуация не может длиться долго. Хотя экономисты предсказывают значительный рост заработной платы, а у людей также сохранились накопления, связанные с коронакризисом, не позволившими им тратить деньги в привычном ритме, а также средства от второй ступени пенсии. Но инфляция будет расти быстрее, реальные доходы уменьшатся впервые за последние годы. Рост цен будет влиять на все слои населения. Но надо учитывать, что в Эстонии покупательская способность росла более 11 лет. Этот рост был стабильным и значительным. В качестве примера можно привести бензин. Сейчас на среднюю зарплату при рекордно высокой стоимости топлива все равно можно купить его больше, чем 10 лет назад на ту же среднюю зарплату. Тогда бензин был тоже очень дорогой. Если же говорить о влиянии войны, то свой вклад в общее потребление внесут и беженцы. Их всего 2,6% от общего населения. Вклад в эстонское потребление не очень значителен, но он есть и будет. Частное потребление в Эстонии пострадало и из-за резкого сокращения туристов. До коронакризиса их доля в потреблении была 12%, а в прошлом году лишь 4%. Число туристов растет, но сейчас составляет около половины докризисного уровня. Восстановление туризма окажет очень положительный вклад и на частное потребление, на всю экономику в целом. Делать прогнозы на предстоящее будущее очень сложно. Накопления уже растут не столь быстро, особенно у людей со скромным доходом. Да и инфляция рано или поздно должна сказаться. Уверенность покупателей после траты пенсионных сбережений заметно уменьшилась, но сейчас стабилизировалась на новом уровне. Бизнес готов развиваться, хотя и осторожнее, ведь геополитическая составляющая нашей жизни прогнозам не поддается. Михаил Владиславов, Петра Олевая, Новости Таллина.